Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, сразу скажу, я не профессиональный журналист. Это мой личный блог. Я перевожу на русский язык новости, то, что происходит в стране, в Турции. То, что зацепило людей, что интересно сейчас обсуждается в стране, какие настроения у людей. То есть это новости из официальных источников в стране. Это комментарии и общение в соцсетях у турок. Это Twitter, Instagram и Facebook. Это очень значимые соцсети здесь, в стране. Кого заинтересовало подобное видео, продолжаем смотреть. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал. Подписывайтесь. Самые свежие, интересные новости Турции. Там они выходят гораздо быстрее, чем на YouTube. Так что давайте приступим. Мы с вами не виделись фактически неделю, но интересного прошло очень много. Как и в геополитическом масштабе большие сдвиги, так и внутри страны. Вообще самое большое и значимое, о чем сейчас турки на этой неделе общаются и говорят, это естественная экономика инфляции и лесные пожары и жара. Турцию всю эту неделю накрыла экстремальная жара. Порядка 40-45. Даже есть провинции, где градусник доходил до 50 градусов. Лесные пожары, где-то когда человек поджигает, самопроизвольные пожары бывают. Но в любом случае масштабы этих пожаров очень огромные. Выжигаются территории, страдают, сгорают животные. И эти лесные пожары доходят и до поселений, и до людей. Самые активные точки на этой неделе это были, скорее всего, конечно же, Чешме. Это из Мир-курорт Бодрум. Стороной немножко обходило, до людей не очень много дошло. Но все равно это очень трудно, тяжелый спертый воздух, очень большое задымление. И, в принципе, у людей, у кого астма, проблемы с дыхательными путями, для них это очень тяжелый период. Настолько было жарко, что если у нас в Анталии есть фотографии, как был расплавлен от солнца, просто светофор потек, пластик весь с него. Прилипали сланцы у людей к асфальту. Просто на пешеходном переходе на дороге были прилипшие тапки, в общем, которые остались от туристов, людей, которые переходили дорогу. Вторая новость, которая в стране, конечно же, их тревожит, это деньги. С последней нашей встречи, я думаю, вы уже в интернете, в новостях это все видели, из-за поднятия налогов в стране очень подорожало, начало дорожать все. Естественно, бензин подорожал у нас в одну ночь, естественно, без какого-то предупреждения. Внезапно, с суббота на воскресенье, ровно неделю назад, и сумма как бы была такая немаленькая. Условно, ты ложишься спать, опять 26 лир стоит литр бензина в данный момент, когда ты просыпаешься на следующий день 34. Примерно где-то на 6 лир, на 7 подорожало, потому что стоимость бензина от провинции еще зависит. В Стамбуле самый дорогой бензин, есть где-то где подешевле. Ну, если мы в среднем берем 6-6,5 лир, весь, все топливо абсолютное, газ, бензин, дель, все подорожало. Естественно, сразу же дорожает доставка, логистика, продукты питания и все, что можно, нужно доставлять, и это само собой. Затем, ну, с вереницы пошло дорожание даже сигарет, пачка на 5 лир каждая подорожала. Что там еще, газовые, газонапитки, это типа Coca-Cola, Pepsi, все прочее. Ну, если вы смотрите телеграм-канал, на него подписаны, кто нет, еще подписываетесь. Там такие сфотки экономические, что было и что стало по стоимости, очень часто публикации есть. Если вы спросите, как на эту инфляцию и подорожание ежедневно реагируют люди, честно скажу, ощущения настроения уже такие упаднические. Многие рукой махнули, уже не реагируют, злятся, конечно же. Но, как бы, ты не можешь ничего сделать, а заменить эту ситуацию. Все, конечно же, смотрят на сценники, считают деньги и потихонечку беднеют, из карманов копеечки свои выгребают. Тема, которая в стране обсуждалась, многие реагировали, это очень активно обсуждалось в СМИ в телевизоре на государственных каналах. Это вопрос зерновой сделки, которая, как бы, канула в лету, как бы, уже все заявление президента. Вообще, что с этим было у нас связано? Неделя началась с того, что президент заявил о том, что мы не будем в одностороннем порядке, как бы, зерновая сделка закончилась. Первое, да, заявление было о том, что этот контракт не продлевается, расторгнут российской стороной. Затем было заявление с украинской стороны о том, что мы можем, у нас есть, как бы, план, мы можем его придерживаться, чтобы делать этот провоз зерна через Босфор, через мореэкспорт в обход России. Но президент на это не согласился и официально заявил, что мы не будем так сильно рисковать, мы не будем окончательно там портить отношения с Россией. Это будет, как бы, перерезание вообще, да, любых контактов. Это очень важный такой шаг. Мы на него не пойдем, мы будем стараться договориться, решать этот вопрос переговорами, то есть путем переговоров будем общаться. Вот на данный момент, когда снимается это видео, договоренности о какой-то встрече двух президентов России и Турции нет. Есть разные заявления, но они, знаете, получаются очень поверхностные. Министр иностранных отношений настраивает эти контакты, поговорил с тем из России, с этим. Возможно, будут переговоры Эрдогана и Путина. Потом выходит заявление Пескова о том, что никаких переговоров не будет, встреч, пока бы заявка была раньше, да, что в августе будет встреча Путина и Эрдогана, она откладывается. В общем, короче говоря, ясно, понятно, что сейчас идут переговоры на эту тему, какие-то торги, скорее всего, договоренности и так далее. И какая-то информация конкретная на эту тему будет чуть-чуть попозже, буквально там, я думаю, парочку недель, и мы будем, получим какой-то результат на эту тему. Но по факту, да, все заинтересованы, все стороны в этой зерновой сделке, в этом проходе. Естественно, везде, с каждой стороны, это деньги экономика, и всем нужны деньги. И этот вопрос надо решать. Да, здесь вопрос не в самом зерне или там бедных странах, которые вы хотят получать. Здесь вопрос чисто в деньгах. И это выгодно всем, но здесь вопросы репутации и денег переплелись. Так что посмотрим, какой будет результат. Но да, на данный момент зерновая сделка не работает, ее по факту нет, закончилось ее действие, ее не продлили. И суда по Босфору сейчас не проходят. Вышло последнее судно, оно прошло Босфору, все, продолжения нет пока что, идут переговоры. Участились в новостях случаи о том, что люди дерутся, какие-то увечья друг другу наносят, конфликты происходят между арендаторами и арендодателями жилья, квартир. Знаете, наверное, да, закон есть такой, что в течение года пока работает контракт, по окончанию контракта, то есть фиксируется цена на год оплаты за жилье, аренды. И через год только можно по закону поднять на 25%, не больше. А инфляция за это время увеличилась просто в десятки раз. И, например, ты оформил, когда оформил контракт, тысяч пять, например, лир ты снимаешь жилье, все подорожало в три-четыре раза за год. И когда у тебя заканчивается контракт, если ты остаешься, продлеваешь его, то на 25% тебе могут только поднять на следующий год оплату. А на самом деле вокруг тебя уже квартиры эти стоят, например, не 5 тысяч лир съем, а 12, 15, до 20 в основном, смотря какой регион, какое место, от географии зависит. Провинция, крупный город, район какой и так далее. Так вот, очень часто хотят поднять стоимость хозяева квартир. По закону, закон охраняет арендаторов, они не обязаны съезжать, пока не закончился контракт. И постоянные конфликты, либо какое-то мелкое хулиганство, такое же личное перекрыть воду, как-то усложнить человеку жизнь, там, я не знаю, сломать счетчик. Вот в таком роде, да, то есть какая-то пакость, чтобы человеку не захотелось здесь жить, он как бы съехал на самом деле, по итогу освободил квартиру. Вот этих стычек в новостях очень-очень много, это стало очень чем-то обыденным. Даже в рамках такой нормы никто уже видит такие новости, не удивляется, но эти новости такие грустные. Но это очень обсуждается в обществе. Я думаю, вы знаете, кто следит за спортом, что женская сборная по волейболу Турции, она самая, ну, окей, я позволю себе такую лепту сказать, что она одна из самых, на данный момент самая сильная из волейбольных женских команд во всем мире. Они выигрывают последние, скорее всего, все чемпионаты, любые соревнования. Потому что очень хороший тренерский состав подобрался, очень сильные игроки отобраны. И вот буквально на прошлой неделе наша команда волейбольная выиграла чемпионат лиги вообще. Выиграла Лигу наций по волейболу женскому. Конечно, девушек встречали с цветами, с оркестром, большой тоже резонанс был, это очень активно обсуждали, это очень приятная такая победа. А еще один мужчина выиграл в лотерею, он купил буквально за 60 лир корешок, то есть, да, вот этот лотерейный билет. И выиграл он 9 с лишним миллионов долларов, представляете, более 200 миллионов лир. 9, где-то 1, 9 миллионов с чем-то там тысяч долларов, представляете, это просто немыслимые деньги, особенно сейчас в этой экономической ситуации в стране, какой доллар высокий, да, поднялся в цене. Кстати, за эту неделю у нас еще вырос евро, он перешагнул все-таки психологический порог в 30 лир. Сейчас на данный момент стоимость 1 евро в Турции 30,26 центов, то есть 30 лир, чуть больше 30 лир стоит 1 евро. Курс доллара пока что такой же остается, 26 с лишним, но по факту, если мы берем до виз, это обменники, если вы идете обменивать ваши деньги, то в среднем где-то по 26,8, считаю, 26,6 до 27, то есть, это от обменника будет зависеть. Они, потому что немножко курс выше делают, процент себе этот берут, разница по обмену валют. Ну, наличка здесь в доллары нетрудно купить, обменники работают, проблем как бы с валютой купить, то есть, недостатка какого-то дефицита, этого нет, с этим все в порядке. Кстати, наложили еще экстра какие-то сверху санкции на банк Тинькофф российский, и поэтому сейчас карты Тинькофф UnionPay, которые UnionPay систему, они выпускают, они перестали с вчерашнего дня работать в Турции. Они работали практически во всех банкоматах UnionPay, Тинькофф, можно было снимать деньги, но там был большой процент, в районе 6% за вашу, как сказать, транзакцию, то, что вы снимаете, вы еще даете 6% за услугу эту, но если кому-то нужно было, вы могли этим легко воспользоваться. На данный момент эта функция не работает, и вот сейчас, по факту, в Турции можно из России, кто приезжает с карточками, например, в отпуск, вы можете только воспользоваться, какими-то карточками UnionPay системы, банков России, каких-то маленьких, которые не попали под санкции, вот их еще карточки работают. Очень часто, например, могу сказать, это почта банк в банкомате Акбанк Турецка, можно снять деньги. Там тоже берется какая-то сумма за снятие, ну я не знаю, 150, 300, 500 рублей, а сумма зависит, то есть там конкретная фиксированная сумма за снятие наличных. Карточки других стран прекрасно работают, все в порядке, как бы с этим проблем в Турции. Отголоски войны. У нас на днях в Стамбул приплыла неразорвавшаяся мина с Черного моря. Прям буквально у знаменитого моста в Стамбуле выловили эту мину. Она, слава богу, не разорвалась, никто не пострадал. Ее извлекли и, как сказать, ну демонтировали, то есть, да, ее, короче говоря, ликвидировали, пострадавших нет. Почему эта новость так важна? Ну потому что в Стамбуле очень активное движение судов по Босфору. У нас есть такси морское, вапуры это лодки, которые перевозят люди, то есть, как бы общественный транспорт по Босфору ходит. Это сотни, сотни, тысячи людей плавают туда-сюда в течение дня. И реально чудом, что эта мина в центре, по сути, Босфора в центре города Стамбула не зацепила чудом вообще ни одно судно. Хочется отметить, есть люди, которые, ну не знаю, наверное, трудно загуглить, почитать какую-то общую информацию, говорят какими-то стереотипами возможность телевизора, то, что они слышат одностороннюю какую-то информацию. Хочется немножко пояснить, что вообще сейчас Анталия принимает рекордное количество туристов со всего мира. Сейчас аэропорт просто переполнен, был рекорд свой побил по принятию пассажиропоток в день. И сейчас, в данный момент, Анталия уже бьет свои рекорды по количеству приезжих туристов еще до ковидных времен, до 2019 года. Хочу напомнить, что 2017-2018 год они были самые пиковые, удачные для туризма. Кто думает о том, что Турция живет только с туристов, хочу вас, наверное, к сожалению, разочаровать. Если вы посмотрите ВВП страны, 60% это частный бизнес в стране, из них внутрь ВВП составляет сельское хозяйство. Сейчас огромное, просто вперед вырывается эта оборонная промышленность, все вот эти военные производства, байрактары, самолеты, там и все-все-все такое прочее, что производит страна и продает в другие страны. И туризм это очень маленький процент вообще экономики в стране, не то, что не ведущая роль, а далеко там на 10-м где-то месте при принос экономики в казну. Из-за экономического падения лиры по отношению к доллару к нам зачастили однодневные туристы. Это в основном с европейской стороны, конечно, Болгария самая ближняя к нам, европейская страна по границе. И болгары зачастили к нам в магазины, назовем так, на шоппинг, да, потому что если мы берем евро и доллар валюту, то здесь, конечно же, дешевле становятся продукты, там, бытовая химия и тому подобная техника. И также у нас зачастили медицинские туристы, которые покупают именно лекарства различные, в основном это обезбаривающие для понижения артериального давления, такие общего формата лекарства. Все знают, что в Турции лекарства очень качественные, потому что здесь хорошо работают законы. За подделку лекарства дается около 20-25 лет тюремного наказания. За фальсификацию, за подделку лекарств какую-либо вообще, за попытку этого лицензии проверяются. То есть это очень ответственное производство миникаментозное. Плюс еще хорошее очень сырье. И фармакомпании в Турции, заводы, они работают на всю Европу и мир. В общем, Турция, по сути, ее заводы обеспечивают фармой всю Европу. Очень многие фирмы здесь имеют свои заводы, европейские, я имею в виду, фирмы, да. Тоже общая информация, возможно, вам будет интересная. У нас подорожала из-за инфляции, конечно же, тоже, потому что валюта у нас всегда в долларах продажа жилья, квадратные метры. И подорожали квадратные метры, я вам хочу назвать статистику, сколько сейчас в среднем стоит квадратный метр квартиры. Если кто-то думает о недвижимости приобретения, чтобы вы были в курсе средних цен по Турции, в частности в Стамбуле. Квадратный метр жилья в среднем по стране стоит сейчас 1144 доллара квадратный метр. В частности, в Стамбуле 1700 примерно долларов квадратный метр жилья. В Анкаре жилье подешевле, там, порядка 850 долларов квадратный метр. И в Измире жилье уже тоже подороже, чем в Анкаре. Это примерно 1300 долларов квадратный метр. Если вы спросите, почему столица Анкара отличается от Измира, потому что Анкара, она в середине страны. А в Измире, простите, там рядом курорты моря. Город на море у нас стоит, там есть прекрасный аэропорт. Море рядом Чешме и выезд вообще очень удобный географически. Различным другим курортом, например, в Мармарис, в Бодрум поехать, там, 4 еще часа оттуда. В общем, легкая вот эта доступность. И поэтому недвижимость в Измире у нас всегда идет по стране сначала Стамбул, потом уже Измир и так далее. По нисходящей, то есть жилье в Измире не дешевое, совсем за квадратный метр. Также у нас на этой неделе был тур такой президента Турции Эрдогана в Катаре он был, в Эмиратах и так далее. Чем это важно? Ну, он поехал, конечно же, за инвестициями, за новыми договорами, за новыми сделками, которые могут принести какие-то деньги в страну. Также он взял с собой ТОК, это машина электрокар турецких, который вышел в этом году. И он очень часто его презентуют другим каким-то государственным деятелям других стран, президентов. Первым, конечно, был Эрдоган, которому его первый ТОК был с конвейера, сошел второй номер машины, второй серийный номер был у Алиева, президента Азербайджана. Потом он еще кому-то из наших стран СНГ дарил, но вот сейчас он отвез ТОК в Катар и подарил там шейхам. Ну и к завершению хочу отметить, что Россия увеличила квоту на ввоз турецких помидор. Сейчас даже скажу, со скольки, с 350 тысяч тонн до 500 тысяч тонн увеличили квоту. А вы скажете, ну господи, помидоры зачем-то? Ну, на самом деле, шуточная, конечно же, манера, но хочу отметить, что помидоры, их ввоз и эта квота, она такой показатель отношений, связей между Россией и Турцией, показатель такой народный, да. Но когда какие-то проблемы происходят, то квоту уменьшают, да, или закрывают вообще ввоз этих помидоров несчастных. Когда отношения теплеют, улаживаются связи, то увеличивается эта квота или открывается заново ввоз этих помидоров в России и из Турции. Но вот на данный момент, чтобы не происходило в геополитике, какие сейчас отношения квот на помидоры, к сожалению, или к счастью для кого-то, она увеличилась. То есть я призываю обращать на это внимание, это немаленькие, скажем так, показатели. Посмотрим, как дальше будут развиваться эти отношения, какие у нас еще будут новости. Спасибо большое всем, кто посмотрел это видео, уделили внимание моему каналу. Ставьте лайк, обязательно пишите комментарии. И в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Спасибо за внимание, подписывайтесь. Увидимся через неделю.